Я приветствую всех на своем канале. Геннадий Гудков выходит на связь вместе со мной. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Я всех приветствую, желаю хорошего настроения и здоровья. Здоровье нам очень потребуется в ближайшее время. Это да, потому что на здоровье только вся и надежда, особенно в условиях ядерного техногенного шантажа, в условиях таких, которые Россия сейчас делает, создает в Украине. Но начать я хочу не с этого. Начать я хочу с очень болезненной темы. Болезненной для человека, который хочет, чтобы прекратилась эта война, это поведение Российской Федерации. Тема референдумов, она новыми красками заиграла. Зеленский лично сказал, что ни о каких переговорах не может быть речи, если Россия что-то допроведет. И вот мы видим, как местные ставленники на оккупированных территориях заявляют о том, что вот референдуму быть. И более того, все к нему готовятся. Примечательно, что были сообщения, кстати, в российских телеграм-каналах, что референдум, лозунг этого референдума, предлагалось как «Новая Россия». Но якобы сам лично Путин ни о какой новизне, скажем так, речи вести не дал, запретил. И просто будет вместе с Россией. Такой лозунг. У меня вопрос к вам. А вот эта вот «Новая Россия» – это что такое? Неужели назад уже к какому-то светлому и хорошему, доброму ничего не вернуть? И все будет только хуже, хуже и хуже? Ну, я немножко запутался в этом вопросе. То есть, если мы говорим сейчас о тех референдумах, то Путин очень сильно торопится. Он же понимает, что к сентябре он начнет высыпать атакуру. Чисто военным путем. Просто арифметика войны, она показывает вот такой расчет. Арифметика. Даже не математика, не уравнение войны. А вот арифметика. И, видимо, понимают, что поражение войны неизбежно. Они там тоже все-таки считают. Они как на шахте на доске пытаются считать. Он решил, что сейчас я на махтинг, сейчас я попробую сделать референдум. Мы заявим о том, что мы всех победили. Мы заявим, что там теперь уже наша территория. Мы заявим, что мы теперь тогда прибегаем к крайним мерам защиты своей территории. Мы начинаем всем всерьез угрожать ядерным оружием, ударом по ядерным электростанциям, ядерным объектам. И таким образом мы поставим на колени Запад. Мы поставим на колени Украину. И таким образом мы закрепим нужный нам мир, который позволит мне, Путину, сохранять над вами власть баранами вечную. Вот он посыл. Ничего другого там нет. Он свои-то территории не может благоустроить. Россию развивать не умеет. Хотя бы сортиры-то сделали нормальные. Хотя бы там остановки поставили более-менее нормальные. Заборы покосившиеся поправили. Дерево-то в стране немерено. Сделайте нормальные деревянные заборы до покраски одинаковой краской. Если вы больше ни хрена не можете сделать. Подремонтируйте хотя бы чуть-чуть дома. Хочешь, не так, чтобы похабно и постыдно было. Он ничего это не делает. Ему надо новые территории. Но этому не надо новые. Ему не нужны новые территории. Ему не нужна Украина. Украина просто ему нужна. Он ее опасается, как в страну, которая, имея худшие условия для старта, обеспечила за счет свободы и демократии лучшие условия жизни своим гражданам. Поэтому надо все разрушить, разбомбить, раздолбать, вызвать хаос, панику, огромное количество беженцев и так далее и тому подобное, чтобы украинцы лучше не жили. Иначе будут все говорить, в России, что ты там для нас сделал, что они живут лучше. У них не так много всего, как у тебя. А мы живем с тобой тут, как в Сортире. Вот он этого вопроса боялся. И он делает все, чтобы уничтожить благосостояние украинского народа. И второй вопрос, что он должен укрепить власть, он должен объявить всему миру, что он, вернее, всей вот этой быдломассе, и своей элипой в том числе, что он победил весь мир, что он великий победитель всего мира. Вот эти две задачи он решает, они последуют только одну. Удержание, бесконечное удержание собственной власти, чтобы его не свергли, чтобы его своя жалита не придушила, как Акелу, который промахнулся. Это одна единственная... Я все время говорю, что это одна единственная задача. Удержание власти любой ценой. Вот и все. Поэтому, что тут? Вы видите, все референдумы. Почему мне не нравится новая Россия? Ну, типа, это вот старая Россия, а тут появляется новая. И тут еще хрен не знает как, а вдруг эта новая Россия возьмет, надо делиться, да скажет, а давайте мы там что-нибудь такое сделаем. Вдруг какой-то придет товарищ, который скажет, так нахрен мне нужен Володя Путин? Я лучше сейчас договорюсь с Европой, приведу эту новую Россию в лоно Европы. А почему бы и нет? Я думаю, что на всякий случай, если у этого опасаться, идти вот вместе с Россией. Чтобы никакой там не автономии, никакого даже намека на возможность формирования чего-то, чего бы он не контролировал. Но это тоже понятно. Это новая Россия. Он боится любой конкуренции. Даже виртуальной. Даже вот гипотетической. А почему конкуренции Путину вот за эти 20 с лишним лет так никто и не составил? Все те, кто составил, либо убит, либо сидят, либо выдавлены из страны. Просто их нет в России. Они не могут выжить в России. С разными условиями, в которых в России не выжить не могут. Вот Алексей Навальный. Где в тюрьме? Боря Немцов. Где? В могиле. Там берем кого там. Женя Розин. Ну, слава богу, что пока жив-здоров, пока еще на свободе. Берем кого-то, ну, был яркий фамилий там. Илья Яшин. В тюрьме. Там, Дмитрий был по миграции. Ну, я просто беру помоложе ребят, другого поколения, которые могли бы, так сказать, занять достойные места и начать реформы. Там, Ходорковский, вы сгнали. И так далее. Мы берем там. И оказывается, что в России все либо выдавлены, либо убиты, замучены, либо в тюрьме. И поэтому, таким образом, у Путина нет конкурентов. Геннадий Владимирович, здесь очень важный момент по поводу тех, кто выехал, кого выдавили, выгнали, выжали буквально из политической, любой жизни российской. Тут депутат Журавлев из ЛДПР заявлял о том, что... Депутат Журавлев не из ЛДПР. Он представляет типа партии Родины, которая типа создана Рогозьным или под Рогозьным, или вместе с Рогозьным. Я Лешу очень давно знаю, много лет. Он постепенно, но неуклонно превращался в полного отморозка. Конечно, таким не был. Когда мы с ним познакомились, еще был Рогозин с моим товарищем и с хорошим знакомым. И мы там были на Т, и много чего там говорили, и много чего обсуждали, в том числе кричковали Путина и его режим. Но вот он постепенно превратился в конченого отморозка Леша Журавлева. Ну да, это к тому, что он сначала единожды заявлял, что всех российских оппозиционеров нужно найти и перестрелять, и поубивать за границей. Потом подтвердил свои слова, несмотря на то, что там ЛДПР говорит, нет, это бросает тень на всю нашу политическую силу, мы не поддерживаем такого радикализма. Откуда вообще берется этот радикализм? В умах и на языках таких людей? Да, они в психоз спадали. У них уже шизофренические бреди начинаются. Забред параноидания. Психопатия в чистом виде. Ну что, я Лешу не знаю, ну знаю я его, прекрасно, как облуплено. А когда он там впадает в этот враж, сам себе выгоняет в это состояние какого-то такого шизофренического вреда, вот они там и бредят. А чё там? Ну ладно, там Федор просто больной человеком, Женя Федоров, ну тоже, так сказать, психополитически больной человеком, в медицинском смысле этого слова, к сожалению. Вот, неплохим парнем был, кстати говоря, когда-то. Ну вот сейчас они все, все, все параноики, все шизофреники, все психопаты, все какие-то эти самые. Ну еще тут надо доказывать каждый день лояльность. Чем доказывать? Ну вот они доказывают. То Дима Медведев, так сказать, там сбрендивший, начнет какую-то хрень околечься нести, так сказать, фашистского толка, что немцы стеснялись говорить то, что он говорит Медведев. Немцы стеснялись. Им как-то было неудобно, что Европа, они подумают, что они такие, какие они есть. Ну я говорю, фашисты, не нацисты, не немцы, конечно, нацисты. Нацисты стеснялись это говорить. Медведев не стесняется. Но даже именно нацисты в самый худший время они осмелены говорить то, что говорят журналы. они же совсем сошли с ума. Это просто вот острой психопатии политического какого-то толка. Вот пусть психиатры поставят. Это не моя епархия. Ставить им диагноз. Они все больные. Начиная с Путина, который выпал полностью из адеквата, из здравого смысла, из всех этих человеческой морали, нравственности, сострадания. Он выжег. Он выжег в себе все человеческие качества. Вы видели когда-нибудь от Путина проявления? Сострадания. Не знаю. Доброты. Любви. Какой-то там симпатии. Вот. Чтобы он клютин к окружающим. Не знаю. Кого-то он пожалел. Он нет же. Он когда-то один раз мальчик в поп-поп поцеловал где-то там на площади. Чего там что-то не нашло не знаю. Своих дочерей он в упор не видит. Там брачных или не брачных не имеет значения. Алина Кобами то ли жена у него то ли не жена то ли граждан то ли граждан судя по всему что-то у них там точно есть. Судя по его успешной карьере и золотой золотом телеце на котором она там сидит. Но ты хоть не знаю мы тебя увидим как человек. Мы же за 22 года не видели никаких человеческих проявлений со стороны Путина никогда ни к своим ни родным ни близким ни к детям ни к внукам ни к кому. Хоть бы Шойгу Глобик поцеловал. Мы бы хоть и это поняли. Ну чмок ты его Глобик Сережа к Жуге он же тебя там по тайге водил то ли прикладывал тебя к местам сил то ли ты сам прикладывался то ли вы там собаку душили травили приносили в жертву то ли вы ее не приносили в жертву то ли вы мазались там кровью молодого морала то ли вы не мазались кровью молодого морала ну поцелуй хотя бы его скажи люблю Серегу Шойгу ну хоть мы понимали что он хоть кого-то любит ну хоть кого-то но только такой тип личности может поработить народы такой большой страны получается так нет хотя черт может быть действительно отсутствие эмпатии это вот прямой путь к вот тирании такой безоглядной может быть а вот надо подозрить Сталин был такой же да от него жена так сказать покончила жизнь самоубийством своего сына он отдал там на стерзание в плен пошел на обмен но вообще взял Сталин был такой Владимир Ильич Ленин был очень похож кстати говоря то что там никакое страдание никакой любви и тем не любил как это выясняется это все сказки рассказывают терпеть сопли там потирать вот кто у нас еще это был я не знаю каким был полков я не знаю каким был Гитлер но Гитлер кого он убил Ева Браун под конец своих великая жизнь я тоже не знаю чтобы Гитлер кого-то любил кого-то любил Гитлер что-то я сильно сомневаюсь не знаю но говорят он правда очень хорошо относился к своему аппарату к своим помощникам вот мне такая была но то есть он и сексуально там домогался девочек которые с ним работают но вот Яков не очень хорошо по-доброму относился ну хоть что-то человеческое а так вот мы тоже не знаем чтобы Гитлер кого-то любил кому-то был привязан ну хотя у него тоже он все равно вот Киева и бравый естественно не скрывал свои отношения а этот ко всем скрывает у него вообще никакой извини за выражение извини за выражение скажу а у меня какая-нибудь бабка есть от которого он любит а я вот что-то не вижу вот не вижу не знаю поэтому я не знаю там что у других диктаторов интересно честно говоря никогда не задумывался может быть действительно отсутствие эмпатии и возможность выжигать все человеческие качества является неотъемлемым свойством какого-то диктатора который может пролить огромную кровь вот надо вот просто вот историки помогите нам разобраться моих знаний не хватает да напишите в комментариях что вы об этом думаете кстати это очень интересная тема потому что мы на нее вышли из простого человеческого общения и вот сесть и по-человечески пообщаться ну можно наверное с любым человеком но вот получается не с таким как Путин я хочу задать вопрос очень очень интересный в плане того что Путин как бы отказался ехать на генассамблею он и собственно поедет Лавров как глава делегации ну и собственно ну об этом объявил Песков на самом-то деле ну как-то и не шибко наверное и рады были бы Путину лично на это я думаю чтобы ему там устроили обструкцию почему он не поехал если бы его там приняли заглядывая в глаза там и сказали Володя Путин надо тебя обидеть убивать ура хотя бы там какая-то он бы поехал он бы поехал мне тут рассказывали в очень поставленные лица в Европе как раньше Путин приезжал на совещание уже вверх опасности даже на совещание европейский и находились прихвостник который когда он там заходил не поздоровавшись не извинившись находились в прихвостник которые к нему кидались чуть ли там не в обнимание так сказать чуть ли там не пытаются мухнуть типа Виктора Орбана и подобные такие постелы это мне там рассказали в красках на несколько встречаний как это было я думаю что если бы там в ООН ему бы устроили хотя бы кто-то такой прием то наверное он бы поехал я так понял что никто не готов никто не готов нет может есть только этот но я не знаю ким Сен-Ин это приглашает или нет наверное нет может только если ким Сен-Ин к нему бросится как родному и то я сильно сомневаюсь мне кажется ким Сен-Ин сейчас сидит тихо его там когда видят народ начинает плакать и рыдать за ним бросаться в море в океан я видел интересный кстати говоря в своем твиттере сделал репост вот этой маленькой маленького видео когда народ идет прям в одежде в море за своим этим вождем народ чокнутый вост чокнутый страна чокнутая но тем не менее вот поэтому я не знаю я думаю что Путину просто вообще никто не ждал никто не собирался ему там предно заглядывать в глаза пожимать руку то есть вот эта эпоха приквастей она закончилась Путин что даже Эрдоган чего-то там надыбив у Путина для чего-то договорившись решив какие-то свои вопросы что он сделал не хочу я с этим упырем стоять рядом никакой пресс-конференции никакого ужина у меня дело вот так вот ребята я поехал как вы думаете да как вы думаете Эрдогану аукнется ну не будет хороших отношений между Путином и Эрдоганом это уже понятно они товарищи по несчастью вот как бы не было бы счастья да несчастье помогло вот потому что у Эрдогана проблемы с западом Эрдоган отовсюда и Эрдоган пытается разыгрывать путинскую карту для того чтобы достичь каких-то своих результатов ну он же может сказать вот я ребята вот служу вам я же посредник я организую мирные переговоры разблокировка порт я там веду с ней разговоры и прочее я не ленюсь так сказать не западло съездить в Сочи и немножко так сказать помучиться рядом с этим чудовищем да видите какой я я вот ну да я какие-то свои вопросы решаю но я же делаю для вас вы уж меня верните в программу перевооружения НАТО не ошибки чем НАТО вы там сделайте так чтобы там мои враги заткнулись а у меня перевыбор в 23-м году а мне как-то надо их перевыбор перевыбор переиграть перевыиграть потому что куда же я денусь от власти я вот там столько натворил я вот столько лет от власти как же я сейчас выйду я с ней прикипел а как же я буду без этого как ты сказал белорусской как же я без вас я уже не могу по-другому извините вот ну примерно так же Эрдоган наверное так же мыслит примерно в таком же хотя пока в Турции значительно больше чем было в России еще там до 19-го года вот поэтому я думаю что он там ведет такую многоплановую игру Эрдогану что-то действительно для Запада то что им полезно ну там сирийских беженцев держит до сих пор там по-моему 35 миллионов да он там действительно вот решает вопрос по средствам с блокировки вот эти караваны вот эти то есть как бы он взял на себя вот эту работу осенизатора такого неприятного но нужной работы вот в этом дерьме возиться в Путинской поэтому да но тем не менее все-таки он говорит не а я стоять с ним не буду мы договорились и ладно это вот как бы прагматика это утилитарный подход но стоять я с ним там обниматься клясться в любви и дружбе не буду вот я поехал мне тут некогда с вами и мы это видим ну что делать ну да вот такой это договор он ведь тоже не демократ мягко даже ну такой исторический путь у этого политика такой исторический путь хотя ну вроде как мне сказали турки были очень неплохим мэром в Стамбул в свое время ну люди портятся Геннадий Владимирович а что за слухи ложь инсинуации базу в Сербии собирается ставить Российская Федерация да не успеют даже сейчас не базу в Сербии ставить нужно а подумать кого в Мурзолей класть и класть ну все они уже стерпались ну что они там какую базу в Сербии поставят во-первых в Сербии собирается Европейский Союз я бы на месте Европейского Союза Сербии задал вопрос ребят вы там разберитесь с себя чего хотите если с Володей Путиным плак вам в руки вот это будет его форпост тогда мы ставим крест на вас что хотите делать но вы не будете никакими членами Европейского Союза ни хрена вы ничего не получите ни денег ни дорог ни единой экономики ничего не получите будете вот жить да будем к вам повезем вы к нам повезем границы будут на замке ну условно или давайте или определить или вы есть хотите евроинтеграция вы там перестаньте заигрывать с этим чудовищем мировым перестаньте вы там дураковая я думаю что такой вопрос нужно знать Венгрии такой же ребята а вы за кого вы за кого такой же вопрос сейчас нужно наверное задать кое-кому в Болгарии уже пора а ребята а вы что хотите слома и Путина возобновили переговоры по газу по газпром а вы знаете что это вообще энергетическая дубина энергетическое оружие нет не знаете не хотите знать думаете вы самые хитрые самые хитрые вот эти самые да ну давайте определяться либо мы с Европой либо бы с путинской диктатурой лучше определиться некоторым в Болгарии такой вопрос надо задать сейчас вот на перепуте многие пытаются карты разыгрывать вот мы сказали в Болгарии что возрождены переговоры с Газпромом а молодцы Европа конечно вся проводит политику эмбарго а Болгария проводит политику своей шкуры дорожи но если своей шкуры дорожи какого хрен тогда вы просите в Евросоюзе деньги на то на все на другое на третьем на все да сейчас нет парламента да нет правительства да сейчас в Болгарии очередные так сказать выборы на октябре да правительство будет сформировано месяцем позже наверное я надеюсь на это коалиция будет сформирована не та которая там помягче сказать которая вошла часть клоунов часть я надеюсь что это произойдет но он сейчас пользуется безвременем пошли вот эти шевеления давайте кому-то с Россией а вдруг нам там что-то дадут а вдруг нам что-то обломится я думаю что пора задавать Европейскому Союзу к Венгрим этот вопрос кое-кому в Болгарии не всем в основном Болгары настроены на Европу на Европейский Союз надо задать вопрос такой в Сербии кому там еще в Северной Македонии меня удивило в Северной Македонии она что-то поставила в Украине что-то там чуть ли не самолеты и вообще оружие это после того как Путин пытался ее использовать в своей игре в Северной Македонии нашла правильный выход за что я им благодарен безусловно за правильное решение которое они приняли но вот моя личная благодарность все равно чего-то стоит я удивлен в хорошем смысле приятно удивлен позиция Северной Македонии если они ничего не путают но по-моему ничего не путают они поставят необходимое оружие сейчас в данный момент в Украине почему-то по-моему самолет да-да-да ну там говорят запчасти для самолетов ремкомплект ну да давайте давайте так я просто я к чему вот этот вопрос про военную базу а есть вообще за какой ляд организовывать вот такие проекты есть за что покупать там чиновников европейских к сожалению есть у Путина еще много денег как-то не звучит дико как бы так сказать при нарастающем эмбарном сокращении закупки этих самых газовых ресурсов как это не звучит дико при аресте половины там почти на 40% золтовалюты ресурсов Путина хватает денег хватает денег и это серьезная угроза экспорт коррупции шредеризация Европы шредеризация интересных термин спасибо шредер дал этому явлению свое имя теперь оно именно всегда с его именем будет связываться вот этот процесс покупки и полного перерождения каких-то маразм маразматических уродов западных политик вот таким стал шредер я просто к тому что вот если все есть и деньги есть добровольцев собирают по всей России какие-то там выплаты от 2 до 5 тысяч долларов предлагают добробатам повестки в Москве бросают ни слова про конфликт в Украине про войну не-не-не это под повестки пожалуйста подпишите контракт а тут прошла информация что извините Северная Корея выше вами упомянутая чуть ли не 100 тысяч солдат бравых корейских северных отправят в Украину но это же не признак силы это признак слабости и объявления войны но я думаю это все-таки блеф где она Корея где тут полеотражения в Украине я думаю что это блеф если и это состоится то я буду считать процесс помешательства и умопомрачения в Кремле окончательным бесповоротным и неизлечимым я думаю что и мир должен это понять что все там товарищи маразматики в Кремле полностью неизлечимы и невменяемы но я надеюсь что это не произойдет но опять-таки я уже знаете многие же меня убеждали до 24 февраля что войны никакой не будет это блеф я говорил я тоже не верю в обширок масштабе я думаю что по югу будет удар предупреждал и говорил что в том числе на украинском телевидении говорил неоднократно вот но удастся я думал что он будет по югу удар но в основном удар так он и пошел по югу они слава богу поняли что не Киев не Чернигов не по зубаму они перенесли тяжести в боевые действия на юг ну Донецк Донецк юг Мариуполь Перетополь и так далее ну и вот черт я знаю я уже начинаю сомневаться в том что ну тут как говорится Кавка вообще был робким парнем когда писал всякие фантазии фантазии всякие вот эти какие-то сравнения то есть мы как бы рождены как это Путин рожден чтобы Кавку сделать и были и даже и переплевать его поэтому это ужас какой то что сейчас происходит это коверкание всей мировой истории коверкание всех мировых порядков какое-то глумление над ними но я не исключаю теперь что уже дойдет до того что и корейские товарищи вооруженные Чуче и слегка оружием как могут оказаться на полях сражения в Украине надеюсь что этого не будет Украинская разведка передала данные что Украинская разведка передала данные что в Запорожской области вот среди солдат российских состоялся конфликт на национальной почве подчиненные убили там офицера чеченца ну и собственно это подается как новость информация о том что не все так понятно и монолитно даже в этих рядах вот этих вооруженных сил которые пришли на украинскую землю а это масштабируется на общество не хочу вас расстраивать но вот если вы будете ну нет если мы вместе с вами будем такое сильное внимание уделять разборкам в банде то мы потеряем смысл борьбы с ним ну да в банде произошла очередная так сказать перестрелка то ли задележа добычи то ли задележа вечернего пайка то ли утреннего масла я уж не знаю что там то ли кто-то кого-то назвал зеленым червяком они там другу постреляли побили и что от этого они перестали быть ван от этого они перестали быть опасными и значит применять оружие и смертоубийственное я бы не стал сильно заострять внимание искать там какие-то признаки такой масштабированной проблемы ну сброд воюет ну вы же видите что там воюет сброд да это либо нищие убогие либо убогие нищие в одном флаконе еще аморальные либо просто аморальные абсолютно беспринципные абсолютно безжалостно абсолютно сумасшедшие лишенные человеческих качеств то есть воюет в Украине сброд этот сброд время от времени вступает в разборки между собой при этом этот сброд не перестает к сожалению воевать Геннадий Владимирович на что Путин и будет ли на что-то обменивать запорожскую атомную электростанцию будет торговать конечно Путин мечтает он вообще к чему сейчас не дергается он хочет чтобы Украина принудительно добровольно в основном принудительно всем за стол переговор вместе с гарантами своими тогда мы с ними начнем торг вот тут он будет второй запад весь нас боится мы победили весь запад мы такие крутые я главный главпахан вы все должны быть так сказать там меня слушать и я и я теперь им навязываю наши условия вот все что он хочет вот растопыр вот эти пальцы самый крутой мачо на свете вот чего добивается Путин понятно что он мечтает торговаться он мечтает торговаться всем рассказывать что я им говорил и они меня слушают а потому что я круче чем они вы видите какой у вас крутой быдло вот это вот которое топит за войну или там та элитка которая он сейчас все решил сегодня они звери на него смотрят на его портрет звери на него смотрят у них было все а сейчас ничего и не будет ничего он должен доказать что он все равно крутой пахан против которого ничего делать не это не главная задача поэтому конечно будет расторгов сделать это я не буду взрывать запорожскую атомная листвия и то я не буду носить удар по черновеской а сделайте то я не буду думать о применении ядерного оружия а сделайте вот то то есть конечно пытается торговаться конечно пытается киваться по большому счету еще не собрался в рай досрочно хотя я бы подумал об этом вот но Но он, в общем-то, пытается послать еще месседж, что если вы этого не сделаете, я такой смысл, я такой чокнутый, я такой отвязанный, что вам там мало не покажется никому, ни Турции, ни Израилю, ни вот этой Европе. Греция, это облако накроет, хрен снизу этой Греции, потому что цивилизация 2,5 тысячи лет, 3 тысячи лет назад была, ну была и всплыла, ну и вот и все, потонуло в море радиоактивного цезда. Вот, поэтому, конечно, не, а я что, только что сейчас разговаривал, там цезда 130, я помню, основной элемент в этой Запорожской АЭС, радиоактивной, которая, если разбомбить, накроет полмира. Поэтому совершенно понятно, что он и сейчас ведет тактику шантажа, ядерного шантажа, или шантажа заражения ядерного, или еще чего-то. Совершенно понятно, что это во главе Кремля международный мировой шантажист, который угрожает уничтожению цивилизации, по крайней мере, на ту часть, которую сможет. А правда, что ему никто ничего сделать не может в Кремле, в Москве, в окружении? Ну, покажем жир, здоровье, чем. Если бы все это могли бы сделать, он же всех всего лишил. Олигархи уже перестали быть олигархами. Что это там, кому там авиана не хватает, я уж не помню, кому там вам не-то. На домработницу или там на что-то такое, что он с посуды сам уже стал мать. Докатился. На каком-то там году жизни, да? То есть, они же все понимают, что их всего лишили. Конечно, они недовольны. Я же сказал, что они волком на его портрет смогут, где увидят, а сразу волк и взяли. Но они сделать ничего не могут. Он окружил себя в Косовске, он окружил себя в всякой Кершушеве, он окружил себя всякими этими Кадыровами и прочими Пригожинами. И считает, что он теперь будет пройти им вечно, они ничего не смогут сделать, потому что он не будет подавлять силы. По поводу Пригожина очень интересно. Вы вспомнили вот эту фотографию, что там Шнуров, не Шнуров, оказалось, это не Шнуров. Ну, собственно, ведь у Пригожина с тем-таки Кириенко были достаточно напряженные отношения. А мы видим, как власть российская использует Пригожина, Чираковатна, ну и, соответственно, Кириенко при деле тоже колесил по оккупированной Украине. Как вот эта вот жаба и гадюка уживаются? Да они никак не уживаются. Жаба занимается своим делом, гадюка своим. Там, где они пересекаются, хоть на кого не пускают. И все. И жаба пошла в ход, и гадюка пригодилась. И какая-нибудь там еще подколодная змеюка, типа Лаврова там. Значит, там друг другу все ненавидят. А не друг другу все там ненавидят. Они все на многие. Это жесточайшая борьба кланов. За близость к телу, за близость к потокам финансовым, за близость к бюджету, за близость к чему-то еще. За непоколебимость своих, так сказать, позиций. Битва идет. За расстановку своих людей. То есть там же банк с пауками. Это не, как это, серпентарий единомышленный. Это правильный способ. Где гадюк, где же? Серпентарий? Да. Вот серпентарий единомышленный. Это российский кремль. ПМС там друг другу ненавидят. Силовики ненавидят. Экономисты, экономисты условно ненавидят силовиков. Одни силовики ненавидят. Других силовиков. Прокурор ненавидит. Следователь, следователь ненавидит. ПСБшник, ПСБшник ненавидит вообще всех. Ну и так далее. Как это? Чем больше я узнаю там этих милиционеров, да, тем... Чем больше я узнаю там, тем больше мне нравятся милиционеры. Президентарий. Вот. Поэтому именно так вот там. Чем больше я узнаю, тем ужаснее становится осознавать все то, что там происходит. Конечно, они там друг другу все ненавидят. Но Путин их использует. Ты ненавидишь его Киренка. Хорошо, Киренка поехал туда, ты давай, что вы там. Вот этим занимаетесь. И не пересекайте, пожалуйста, чтобы я вас не видел. Раньше там же вообще шесточайшим образом пресекалось. Вот Путин нарезал поляну. Тебе вот эта поляна. Тебе вот эта. Тебе вот эта. Вот высекла. Требование одно. Если вы сунетесь на чужую поляну от Шебурага. И он это делал. Он это делал. Газпром хотел свою партию. Свою фракцию в Городове. Куда послали Газпром? Вот примерно туда, куда и российский корабль. Вот виртуально. Словесно. Я же помню, когда Газпром хотел свою фракцию. И чем сказали? Леша, не лезь ни в свое дело. Политика это не твое. Это вы знаете, Слава Сиркова занимается и там Ижа снимет. А ты вот занимайся Газпромом. И не лезь ни в края никуда. И Газпром также было сказано. И там еще кому-то было сказано. И было сказано другим товарищам. Вот ты занимаешься региональной политикой. Какого черта ты лезь в Думу? Там есть товарищ, которому я поручил. Раньше это так регулировал. Но сейчас, говорят, они там под запорог мыши в пляс. Они, конечно, больше сейчас в пляс. Пляс это источник кормления стало меньше. И ситуация стала острее. И противоречий стало больше. Но тем не менее, примерно там какая-то вот такая. Эти механизмы используют мужа, ежа и лягушку, так сказать. Они все равно сохраняются. Механизмы регулированы. Я предлагаю всем поставить лайки сейчас под этой беседой. Ну, конечно же, напишите комментарии. Очень приятно читать разные комментарии. Потому что любой комментарий, даже негативный и позитивный, им все равно отображает то, что вы посмотрели. Вы сейчас даете команду Пригожинским троллить. Без негативных комментариев. Это они умеют. Может, Кириенковским. Не знаю. Ну, там Пригожин. Пригожин целые фабрики создал. И там строчит, 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 строчит. И не бесплатно. И хорошо плачем и троллить. Я хочу услышать от вас прогноз. Потому что вот на этот август были прогнозы, что он будет жутко горячий, кровавый и огненный. Мы вот уже подходим. Первая декада прошла. Вот середина уже будет августа. Мало ощущается, я имею в виду, по масштабным действиям того же противника. Хотя, конечно, каждый день в информационном поле очередная гадость от российской стороны или прилетает, или есть какое-то сообщение. Я ни в коем случае не преуменьшаю значение. Но вот этого ада пока не наступает. Какой ваш прогноз на ближайшие недели и ближайшие месяцы? А я думаю, его ада уже не будет. Может быть, там какие-то будущие всполохи активности военные. Но почему она не будет? Потому что выдох, товарищ Кремле, до известной степени. Второе. Он готовится к обороне. Хочется сделать так, что наступление вооруженных сил Украины и освобождение, деоккупация территории была поспрашена с очень большими потерями. Такая мысль. Я захвачу, вы попробуйте от них. Попробуйте от них. А мы там сделаем четыре линии обороны. Вспомним опыт товарища Маннергейма, который учился в Ленинградской академии и там военным искусствам обладевал. Создадим вам такие линии Маннергейма. Попробуйте их преодолеть. Я, конечно, не верю, что они создадут. Потому что там уже разворуют, либо построят эти потемкинские линии Маннергейма, как обычно бывает. Я не верю в это. Но, тем не менее, он считает, что мы сделаем так, что цена будет неприемлемо высокой для Украины. Украины не пойдет на таких сторон, на таких жертв. Вот у него цели. Поэтому сейчас такая оппозиционная война до известной степени. Поэтому сейчас деструкционные удары, поэтому сейчас строительство кортипционных оборонных сооружений, если я правильно понимаю. Я их тоже не владею так информацией. не анализирую подробно по фронтам, по направлениям, по городам, по каким балкам, оврагам и так далее. Это я не знаю. Но мне кажется, что идет создание линии обороны, закрепление на этих линиях российских войск, попытки провести там всякие референдумы, заявить, что это все наше. Ну и так далее. И поэтому мне кажется, что сейчас такая немножко заклякшая ситуация на фронте. Никто вроде не наступает и никто не отступает. Но это затишье перед бурей. Это затишье перед бурей. Зеленский ведь не даром сказал, что сейчас что-то сделает, никаких мирных переговоров. А если нет мирных переговоров, если нет освобождения, если нет наступления, то и украинская власть уже придется потом дальше как-то оправдоваться, что-то там уже с мировым сообществом договариваться, не договариваться. То есть ситуация, она будет очень невыгодной, в том числе и для украинской власти, потому что нужно будет тогда что-то говорить. Мы да или нет. Мы забираем или не забираем. Мы отвоем, не отвоем. Мы идем на потери или не идем. Мы готовы, вооружены. Нам помог наши западные партнеры или не помог. Этот вопрос встанет в самое ближайшее время. А я думаю, что он встанет в самое ближайшее время. Вот тогда мы что-то увидим. Пока хочется верить, что, конечно, ВСУ готовит какие-то серьезные операции. Но мне кажется, что пока потенциал ВСУ не превосходит настолько потенциал российской армии, чтобы малой кровью добиться серьезных успехов. Мое ощущение внутреннее. Могу ошибаться. Поэтому, когда они там начинают по многим каналам говорить в таком шапкозакидательском духе, я говорю, ребят, я за. Для того, чтобы драпали, бежали, не бегут и не драпают. И не отступают. И еще какое-то планируют наступление. И пока нет перелома, вот такого серьезного, как под Сталинградом, где-нибудь там еще, да? Ну, такого нет пока. К сожалению. Я это очень жду, надеюсь, и думаю, что это все-таки будет. А может, в конце Лавы. Может, в сентябре. Но война затянулась. Мы с вами понимаем, что прогнозы по срокам войны, они, к сожалению, отодвигают на вот этот благожданный конец и победа. Пока. Ну, Геннадий Владимирович, в любом случае мы будем следить за ситуацией. Обязательно еще раз встретимся и проверим ваши ощущения, прогнозы и то, о чем говорили здесь. Спасибо вам большое. Правильно. Спасибо. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и будьте вместе с нами. Увидимся. Берегите себя. Спасибо.